Сегодня, впрочем, как и всегда, желающих попасть на прием к врачу-офтальмологу поликлиники номер 3 города Бреста достаточно много. Однако брещанку Галину Масюк не пугают очереди. Гораздо страшнее диагноз, о котором она узнала два года назад. Еще задолго до обращения к офтальмологу у женщины появилась повышенная чувствительность к яркому свету, а окружающие предметы она стала видеть как бы сквозь пелену. Причина нарушений зрения – катаракта. Поставить диагноз и принять адекватные лечебные меры ей помогла грамотный офтальмолог Тамара Минакова. Пациентка полностью доверяет своему врачу, а это один из важнейших аспектов успешного лечения. Я брещанка, живу в этом микрорайоне. Микрорайон называется Южный у нас, и постоянно я сюда обращаюсь. Обращаюсь именно к Тамаре Васильевне, я прихожу, потому что я у нее постоянно наблюдаюсь, и она мне советует все то, что нужно. Я очень довольна обслуживанием. У меня проблема катаракта. Раз в году я прихожу сюда на осмотр, и раз в году мне уже советуют, что мне нужно сделать. Но не только люди зрелого возраста приходят с жалобами на нарушение зрительных пункций. В зоне риска и молодежь, особенно офисные сотрудники, которые все рабочее время проводят за компьютером. Брещанка Диана Сокол ответственно относится к своему здоровью и считает необходимым получать консультацию офтальмолога каждые полгода. Так как у меня есть проблемы со зрением, я работаю просто в банке, целый день нахожусь за компьютером, мне приходится постоянно наблюдаться у врачей-офтальмологов. Мне здесь очень нравится, врачи доброжелательные, всегда помогут, расскажут, какие есть вопросы, поэтому я довольно часто прихожу, наверное, раз в полгода я стараюсь посещать данных врачей. Что я хочу сказать, даже тот, кто считает, что у него зрение хорошее, в любом случае я всегда рекомендую всем проверить, потому что тебе может казаться, что у тебя зрение хорошее на самом деле, но лучше все-таки проверить у специалистов. Таких специалистов, как Тамара Минакова, ценят и коллеги, и пациенты. Прием больных с различными симптомами, профилактика заболеваний, а также профосмотры, сложная и ответственная работа. Только за один день через ее кабинет проходит от 50 до 90 человек. Невозможно работать в таком режиме без любви к работе и сочувствия к пациентам. Ведь за 25 лет к опытному врачу-офтальмологу за помощью и консультацией без преувеличения обратились десятки тысяч людей. На самом деле просто так сложилась судьба, офтальмологом я стала случайно, но ничего нет в жизни более постоянного, чем временное. Я работаю уже больше 25 лет и не разочарована в профессии, желание развиваться присутствует. В день офтальмолога хотелось бы пожелать своим коллегам приходить с радостью на рабочее место, получать удовольствие от своей работы, иметь возможность учиться, ездить на обучающие семинары и конференции, иметь возможность и доступ к литературе обучающей. Что еще? Любить свою работу и быть преданным ей. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.